ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Гомеля крупно проиграли румынской Дунере в первом поединке второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ. Как кошка с собакой, огненные рыси и стальные волки дважды схлестнулись в областном хоккейном дерби. Осторожно, новичок. Гомельская БЧ впервые встретилась с дебютантом высшей лиги чемпионата Беларуси по мини-футболу Брестским аматором. Гонболистки Гомеля потерпели поражение в первом поединке второго квалификационного раунда Кубка Европейской Гонбольной Федерации. Подопечные Тома Жачатера на домашней площадке принимали соперниц из румынской команды Донеря Брейла. Увы, но родные стены, как и массированная поддержка трибун Дворца игровых видов спорта, не помогли. Опытные румынки одержали весьма убедительную победу. Хотя изначально таким исходом вроде как и не пахло. Начиналась игра довольно ровно. Гости открыли счет, хозяйки сравняли. Затем 1-2, затем 2-2. И уже на этой отметке дело приостановилось. Соперницы несколько минут атаковали друг друга безуспешно. Казалось, на площадке равные по силе команды. Лишь настораживала более плотная игра румынок в защите. Вскоре гонболистки Дунери оторвались на два мяча. Гомельчанки оказались в роли догоняющих. Но с этой ролью они в целом справлялись, сохраняя отрыв в 1-2 очка. Правда и догнать до конца тайма не сумели. Первая 30-минутка завершилась со счетом 10-11. Что в принципе неплохо, особенно учитывая статус оппоненток. Эта команда играет в очень сильный чемпионат. Эта команда, если знаете, выиграла чемпиона Европы два кола назад в своем чемпионате. И поэтому довольный опыт наших игроков есть пока на этом уровне. А потом, когда надо немножко с главой играть, мяч немножко спокойно, спокойно отыграть на ворот, а этого нам недостаточно. И после перерыва то, о чем говорит Томаш Чаттер, проявилось. Хотя начался второй тайм обнадеживающе. Оксана Артамонова забила и наконец-то сравняла счет. Но, как оказалось впоследствии, в последний за игру раз. Далее снова последовала череда неудачных атак в обе стороны. А затем румынки стали мало-помалу забивать, сохраняя надежную игру в защите. Разрыв не умали мороз. Гости, казалось, нашли свою игру. А вот хозяйки свою потеряли. Пропуская в свои ворота, не могли поразить чужие. В общем, посыпались. Первый тайм был нормально. Сдержали защиту и играли. А второй там, не знаю, подрасслабились то ли что. Но ничего не получалось. Мало было голевых бросков с 9 метров. Вообще на ровном месте теряли мячи. А так забивали бы свое, то что не забили бы. Может быть, еще бы и догнали бы. Действительно, у гомельчанок мяч просто перестал попадать в ворота. Немало этому способствовала и вратарь румынок Елена Войко, порой творившая чудеса на последнем рубеже обороны. Но в целом подопечные Томажа Чаттера провалились по собственной вине. И если первый тайм гости выиграли со счетом 11-10, то во втором счет оказался 16-5 в их пользу. В итоге крупное поражение гомеля 15-27. В первой половине моя команда играла очень-очень плохо, но во втором тайме мы хорошо выстроили защиту и очень хорошо работал вратарь. Я дал установки своей команде и она их выполнила. Я очень счастлив, что мы выиграли эту игру. Гомельская команда молодая, у них очень хорошие игроки, но они еще очень молодые девчонки. Пройдет еще время и Гомель будет очень хорошей командой. Гомель будет очень хорошей командой. Добавим, что в этот вечер бросилось в глаза еще одно обстоятельство. На площадке в составе Гомеля не появилась левая полусредняя Юлия Ганичкина, которая в позапрошлом сезоне играла в Румынии как раз за Дунерию. Главком Томаш Чаттер признался, что с ней произошел внутриклубный конфликт. Насколько это серьезно, узнаем со временем. Ну а ответная игра второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ между Дунерией и Гомелем состоится в Румынии 23 октября. Конечно, ликвидировать Гандикап в 12 мячей там вряд ли получится, но в любом случае это хороший опыт. От международных к национальным турнирам. Состоялось двухсерийное хоккейное дерби между командами Гомельской области в рамках чемпионата Беларуси в экстралиге. Гомель и Жлобинский металлург дважды сыграли друг с другом. Оба раза удача была на стороне огненных рысей. Первая серия прошла в областном центре. И вот как это было. Первый период у обеих команд ушел на раскатку. В стартовом отрезке зрители так и не увидели голов. Соперники возили шайбу от одних ворот к другим, но пробить последний рубеж обороны никому не удавалось. Игра изобиловала браком и нарушениями, вследствие чего стороны попеременно оставались в меньшинстве. Но и этим никто не воспользовался. Под конец 20 минутки напряжение вылилось в драку. Отправной точкой стал удар по гомельским воротам после свистка. Бойцов разняли, наказали, а на табло по-прежнему красовались нули. Игра боевая. Никто не хотел уступать. К сожалению, очень много удалений, которые ломают игру. Одни играют, вторые сидят. Холодные, потом выходят, выпадают из игры. Во втором периоде соперники добавили напора. И на 29-й минуте хозяева льда наконец-то открыли счет. Бросок Кулосова после передачи Хараманда со скрипом, но достиг цели. Однако радость длилась недолго. Всего 28 игровых секунд понадобилось гостям, чтобы восстановить паритет. Отличился Самохин. На отметке 33-0-0 Гомель снова вышел вперед. Сергей Тополь принял передачу через пятачок и хоть со второго раза, но пробил защитника и голкипера. Снова начались нервы, брак, фолы. Вскоре последовала и вторая драка. Которая, как и первая, ничего кроме задержки времени и наказаний не принесла. Период подходил к концу. Уже казалось, что на перерыв гомельчане уйдут в роли выигрывающих, а нет. За 43 секунды до сирены Столевары вновь зажгли красный фонарь за хозяйскими воротами. Михайлов затолкал шайбу в рамку брекуна. На радостях он даже не обратил внимания на то, как его свалили с ног. 2-2 после второго периода. С нашей стороны у нас народ пачками выпадает, боятся собственной тени. Хоккей играет агрессивная, азартная. Не вижу азарта с нашей стороны. Прячутся за спинами других пацанов. Ну и из-за этого провалы идут. В заключительной трети соперники стали более дисциплинированными и осторожными. Почти полпериода прошло, пока зрители не увидели очередного гола. А оформил его Виктор Луговской. Он сумел извлечь пользу из суматохи на пятачке возле ворот Металурга. Отыграться стальным волкам все никак не удавалось. За две минуты до финальной сирены Андрей Колесников пошел ва-банк, сняв вратаря. Ситуацию обострило еще и то, что Мядель под конец матча схлопотал удаление. Таким образом, гомельчанам предстояло вчетвером выстоять против шестерых. К своей чести, они не только сделали это, но еще и сумели упрочить преимущество. Луговской, перехватив шайбу, выбросил ее через всю арену во владение Металурга. Подбирать поехал Роман Шуба, но у ворот его настиг Сергей Тополь. И Шуба прошляпил шайбу. Гомельскому бомбардиру оставалось лишь поразить пустую рамку, что он и хладнокровно сделал. Гомель побеждает со счетом 4-2. Хорошо, что выиграли. Выстрелили 3-5. Дали сопернику шанс зацепиться за счет 4-6. Проявили характер, выстрелили. Молодцы, всем с победой. Спустя два дня Гомель и Металург встретились снова, на этот раз в Жлобине. И снова гомельчане были сильнее, выиграв 3-1. После этого Рыси поднялись на второе место в турнирной таблице. Столивары остались на шестом. Следующие матчи пройдут 20 октября. Металург отправится в Брест, а Гомель – в Могилев. Состоялись пять поединков седьмого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу Высшей Лиги. Еще три матча перенесены из-за выступления некоторых белорусских команд на международной арене. Но гомельские болельщики без зрелища не остались. Более того, те, кто пришел в субботу в спорткомплекс «Локомотив», стали свидетелями довольно интересного и даже исторического события. Белорусская «Чигунка» впервые принимала новичка Высшей Лиги команду «Аматор» из Бреста. Уже то, что в Гомель приехала новая, никому неизвестная здесь команда, вызывала особый интерес к этому матчу. И гости не подвели, показав вполне бойцовский характер. Кстати, они и открыли счет. Правда, с пенальти. На пятой минуте Можейко, обороняясь, распластался в штрафной, да случайно сыграл рукой. Судья указал на шестиметровую отметку и «Аматор» повел в счете. Но продлился такой его статус всего 34 секунды. Брестский защитник в своей штрафной свалил Тодуа, и паритет был восстановлен аккурат, так же, как и нарушен. С шести метров. Все началось сначала. На 14-й минуте случился, наконец, гол с игры. Золотухин мощно пробил метров с 13, Можейко подправил мяч грудью. 2-1. Хозяева площадки вышли вперед, но до конца тайма больше никто не забивал. А в концовке его хорошие шансы имели гости. Но реализация подвела. Я считаю, ребята очень довольны достойно первый тайм отыграли. Единственное, что, создавая моменты, мы никак не можем их реализовать. Поэтому, к сожалению, после первого тайма результат был отрицательный. Хотя у меня сложилось впечатление, что в первом тайме у нас было достаточно для моментов, для того, чтобы сделать и результат на второй тайм. В перерыве главком БЧ Александр Даниленко, очевидно, напомнил своим подопечным, что именно они здесь хозяева площадки. И синие, белые действительно расхозяйничались. За 8 минут второго тайма мяч побывал в воротах Аматора четырежды. Сперва его отправил туда Тодуа. Затем четко замкнул передачу углового Кусков, отыскав узкий прогал среди защитников. Кстати, для Константина эта игра стала 201-й в составе БЧ. Далее своим первым забитым мячом в нынешнем чемпионате отметился Вячеслав Цверко. Причем, отобрав мяч на средней линии, он устроил единоличную атаку, которую увенчал взятием ворот. Шестой гол железнодорожников провел Можейко, также воспользовавшийся ошибкой Брещан. 6-1. Казалось, вопрос о победителе снят. Тем не менее, соперник не опустил руки и еще заставил понервничать. Терять было уже нечего, и пятого полевого игрока гости выпустили аж за 10 минут до конца матча. Это принесло им определенный успех. За короткое время мяч трижды оказался в сетке ворот Чипулиса. И 6-1 вдруг превратилась в 6-4. Сохрани они такой темп, кто знает, чем бы вообще все закончилось. Но железнодорожники выстояли, хотя и сами больше не забили. Счет 6-4 стал итоговым. Аматор хоть и проиграл, зато оставил о себе хорошее впечатление. Разбирали, готовились к этому сопернику. Несмотря на то, что они только вышли в первый год высшую лигу, у них есть свой почерк, есть свой стиль. Очень боевитая команда, очень большая самодача у них. Ну, естественно, то, чего опасался, то и произошло. Был недонастрой. Это однозначно валяжное движение по площадке. Этого опасались. Потом вроде бы вернулись мы в игру. Ну, для тренера, скажем так, такие матчи, они, конечно, не добавляют здоровья. Но, в принципе, я доволен тем, что ребята сегодня все-таки проявили характер. Они не опустили руки. Я еще раз повторяю, что мы в каждом матче учимся чему-то. Кстати, такой же счет 6-4 был зафиксирован в седьмом туре и в Микошевичах, где местный «Гранит» переиграл гостей из Светлогорского ЦКК. Что касается остальных представителей нашего региона. Агрокомбинат «Южный» 19 октября сыграет дома против столичной охраны «Динамо». АВРЗ 20 числа наведается к Литтсельмашу. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире, как обычно, через неделю. С вами был Сергей Негиревич. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова